Всем привет, а вы на канале Тупарми. 4Х61А, что говорит о серьезности намерений в отношениях этого вооружения. Летные испытания Х-61А прошли в конце ноября прошлого года. Видеозапуск у беспилотника с транспортного самолета и его свободный полет в течение свыше полутора часов компания Динестикс обнародовала только вчера после выхода пресс-релиза ДАРПа. Военные секреты? Ничего не поделаешь. Проблемы с парашютом привели к потере одного из опытных аппаратов. 4Х61А продолжит испытания в текущем году. Беспилотники по программе «Гремлины» запускаются с транспортного самолета-носителя вне зоны действия вражеских систем ПВО. И после выполнения боевой задачи отлавливаются носителем в воздухе. Наземная команда после возвращения чертенят на аэродроме в течение суток восстанавливает их боевую готовность для последующих запусков. Аппараты предназначены для действия группой. Первый полет показал верность расчетов по аэродинамике и подтвердил возможности по маневрированию БПЛА Х-61А. Вторые летные испытания пройдут весной. Испытательной платформой для «Гремлинов» служит транспортник С-130А «Геркулес» с возможностью выброса Х-61А с высоты до 12 000 метров. Система сброса и захвата в воздухе может быть легко переведена на другие планеры. Беспилотник Х-61А может развивать скорость до 0,8 числа МАХа. Продолжительность полета достигает 3 часа, а дальность до 926 километров в зависимости от веса нагрузки. Максимальная нагрузка достигает 150 фунтов или около 68 килограммов. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от ТОП-Армини заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки.